Привет! Это Ребуар! У доктора Гнуса вышел новый ролик, называется «Кто остановит Тачила зубами?» Я, если честно, даже не могу представить вообще, о чем будет идти речь. Но, видимо, кто-то будет зубами Тачила останавливать. Только нахрена это надо, я не понимаю. Какие здесь можно факты привести? Но сейчас, наверное, это узнаем. И я уверен, что видос будет офигенным, как и обычно. Так что, погнали смотреть. Ни хрена себе, чувак, а у тебя железные яйца, я посмотрю. Так. Ты че, думаешь, тебе кто-то деньги даст? Наивный. Ань, ну-ка, что-то происходит с ним? Так. Фея. Ха-ха-ха, баксы. Хм, поменяла местами, окей. Блин, было бы так реально, а всегда. Баксы тебе меняли бы на зубы. Точнее, зубы меняли на баксы. Только это абсолютно бесполезно, потому что мы живем в России. Ну, если честно, только поменять, возможно, их можно, да? Да, но просто потратить, пойти в магазин, вряд ли получится, а ты ребенок, вряд ли ты будешь заморачиваться с тем, чтобы идти в банк и менять эти деньги. Хе. Так. Еее, деньга! Еее. Ну и в чем прикол? Так. Зачем ты забираешь молочный зуб ребенка? Ну-ка. Звездочку делаешь потом на небе. А-а-а. Да ладно, я об этом и не слышал. И почем нынче новая звезда? Ха-ха. Сколько? Сколько? Да ты не зубная фея, ты меценат какой-то. Ха-ха-ха-ха. Так. За такое бабло у меня расходник точило зубами остановит. Да ладно. Что ты ржешь, я серьезно. Ну. Спорим? Спорим, я уверен, не остановит. Так, так оно моя репутация. Давай языком чесать, не точило лизать. Кусай диск. Бедняга. Да. О-о-о-о, нет, блин, это мне аж с самого зуба заболели. Жесть. Это же слишком жестоко. Не-не-не. Лучше расстреляйте, по-моему, будет менее болезненно. Ха-ха-ха-ха. Я, если честно, не проверял и не от желания, но в любом случае. Так. Не, подожди, это не считается. Молочный зуб тоже не сразу выпадает, правильно? Ну-ка. Дай мне немного раскачаться. Чесенки, все заканчивайте, хватит точилоту пить. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Давайте подумаем и заточим расходником. Блин, у меня аж мурашки по коже от этой фигни. По конкретную задачу. Угу. Зубная эмаль это самая твердая ткань в организме человека. А, вот к чему, окей. Но абразивный круг явно крепче. Да еще он крутится, собака. Чтобы остановить точилы, нужно какое-то время. А времени, пока стачиваются зубы, явно маловато. М-да. Ну что же. Явно. Воспользуемся мутацией. Так, какой. А ну-ка улыбнись. Неплохо, неплохо. О, господи, у него и глаза в другую сторону закрываются. Это было жутко. А язычок покажи. Это у кого-то есть такая мутация, что на языке появляются зубы. Фу, мерзость. Я не хочу знать этого человека. О, жуть какая. Согласен. И чего у него теперь зубы, как у улитки? А, у улитки такой, понял. 30 тысячи самые сильные на земле. Охренеть. Аташ. Ну ладно, давай, неси. Ну-ка. Если ты как улитка, то зубы у тебя вырастут заново. Как улитка. Ну давай, давай, кусай сильнее, сильнее. Сжимай челюсти. Ну все понятно. Не получается? Ну что же, как показала практика, проблема не только в зубах, но и в силе челюстей. Ну в принципе, да, логично. Сейчас гоню, у кого лучше взять челюсть. Ну-ка, ну-ка. Человек, как обычно, чмо, сила укуса 11 атмосфер. Чмо. Собака породы мастиф. 39 атмосфер. Так. Лев и небольшая белая акула. 46 атмосфер. У обоих, да? Хотя укус акулы сильно зависит от ее размера. Мишка, гризли и аллигатор. 68 атмосфер. Так. Бегемотики кусаются в 124 атмосферы. Нихрена себе, блин, вот этот вот бегемотик тебя укусит, и все, хана тебе. Да там любой, если тебя укусит, все, хана тебе. Нилький крокодил, 340 атмосфер. Нифига. А морской крокодил более 500 атмосфер. Нифига. О, возьмем по максимуму. 500 атмосфер, это когда 500 килограмм под собственным весом давят на площадь в 1 квадратный сантиметр. Охренеть, так. Получается, чем больше зубов у расходника, тем больше площадь соприкосновения. Ну и значит, меньше сила укуса. Так. Так, 30 тысяч зубов в мусорку. Ха-ха-ха-ха. Бедняга. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Зачем вы удираете, бедняга? Я же говорил, у улитки на месте старого зуба вырастает новый. Ну, не за секунду же, блин, как это мерзко выглядит, ужас, фу, мне мурашки по коже. Это бесконечный процесс. Это взять ген зверка с не менее сильными зубами, но с меньшим их количеством. Так. Голый землякоп. Грызун размером примерно 10 сантиметров. Голый землякоп. Они все голые, какого хрена? Это обладает феноменально крепкими зубами. Так. Без проблем может грызть бетон. Хм. Во, красавчик. Че-то какой-то он худой. Ха-ха-ха, и голый, типа, закрылся. Ха-ха-ха-ха-ха. А ты заценил что-то веса крепким зубам и мощной челюсти? Ты теперь стареть будешь медленнее всех. Да ладно. Да, он и так уже весь сморщенный, как будто старый. Так что ему, я думаю, а вы же абсолютно на все пофигу. Это тебе землякопы досталось. Они на порядок дольше живут обычных грызунов. В их организме есть система, притормаживающая старение. Короче, если спроецировать на среднюю продолжительность жизни человека, то ты можешь спокойно брать ипотеку лет на 600. Нихрена себе. 600 лет? Слушай, я даже завидую этому грызуну, хотя у него всего два зуба. Ну а сначала диск. Давай. Так. Опа. Он его просто съел, охереть. А ну-ка, еще разок. Охренеть. А ну давай в полсилы. Даже здесь перестарались. Еще раз. Ха-ха-ха-ха. Намотало как на вентилятор. Есть идея? Пойдем по принципу тормозной системы автомобиля. Ну-ка. Тормозные колодки сживаются, стираются. Но за счет большой силы трения останавливают тормозной диск. А аналогично системе... И, блин, эти колодки приходится постоянно менять. Бесят. А в силу укуса бегемота, и зубы похожи на тормозные колодки. Так, и у кого такие зубки? Надо не острые, короче, да? Имеет зубы, размер которых длину достигает 30 сантиметров. Херасик кирпич. Это в арту, прикиньте, да? Таким кирпичом размалывать что угодно. А в ширину 10. Жест. Вес такого зуба доходит почти до 4 килограмм. Ха-ха-ха, вот это зубик. Как голова. Ха-ха-ха-ха. Всего у слона 24 зуба. Да, я думаю, ему вполне достаточно. Активной работе только 4. Почему? Как только какой-то зуб изнашивается, он выпадает. И как патроны в обойме, на смену старому выдвигаются... Что? Это как? Блин, удобно, откуда они выдвигаются. Типа, что? А почему у нас такого нет? У нас всего лишь молочные, потом обычные. А у этого раз зуб выдвинулся. Тих, блин. Вообще же везет ему, а? Это новый. Чем старее слон, тем крупнее у него зубы. Да ладно. Последние зубы рассчитаны на 20 лет службы. И появляются, когда слону примерно 40 лет. Нам, конечно, такая лента... Зубов нафиг не нужна. Обойдемся только двумя зубками. А ну-ка скажи... А-а-а-а-а-а... О, отлично, что же надо? Какая жвачка, блин, разобранная пополам. Ну давай, все, тормози до чего. Вот это куснул! Ну? А? Выкусила зубная боль? То есть фея? Че? А прикиньте, если бы слон под подушку свой огромный зуб положил... Интересно, сколько вы ему денег за это дали, блин, сокровища, а? Не считается. Давай, деньги под подушку. Бюджет у неё ограничен. Вы подумаешь, какие-то дети останутся без компенсации? Вот я, между прочим, был маленький и ни разу от тебя не видел ни денег, ни подарков. Ой, мы увидели, кстати, маленького доктора Гнусика. Ой, такая белая та была. А, прости, не в этот раз, зубная фея. Но она хотя бы тебе оставляла записку, мне она на ней оставляла. НИЧЕГО! Сучка такая. Кстати, почему? Не знаю, ты, наверное, очень молодая фея. Раз тебя знают только современные дети. Почему? Вроде не только современные. А, всего-то? Я думал, она гораздо раньше появилась. Ну, я же говорю, зелёная ещё. А-а-а, совсем мелкая. Иди, а сколько тебе лет? Раз нет денег, будешь по-другому расплачиваться. Ха-ха-ха, натуры нет, хорошо. Ну, побежали, побежали мы слишком. Ага, размещалась. Просто подписывайся. Офигенный ролик, как обычно, получился. Я сначала даже не допёр, что буду про зубы рассказывать. Но это, блин, капец, очевидная фигня. В названии даже написано. Зубами! Почему я об этом не подумал? Я просто дурак. Но ролик получился шикарный. Огромное спасибо Гнусу за то, что он нам рассказал очередную интересную информацию. Если вам понравилась моя реакция, не забывайте ставить под ней лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Ну, а с вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Всем пока!